всем большой привет всем доброе утро у нас 10 утра и мы уже нарядные я накрашенная приехала на работу точнее меня привез сюда лёша связи с последними событиями я одна стараюсь не ездить на работу не очень все получается поэтому сейчас приехала с лёшей и вообще я сегодня работаю в нашу годовщину мы с лёшей уже вместе 10 лет не всего лишь 4 года мы вместе на сегодня дата вот мы планируем пойти вечером погулять но я думаю мне кажется что мы сегодня просто уснем потому что я стала в 7 утра легла в два ночи поэтому такое в общем сейчас у меня съемка лёша меня подождет походит по делам пока починит машину и так далее вот я отработаю мы уже будем что-то придумывать что будем что делать на нашу годовщину съемка будет в парке называется лейк балбо озеро балбо здесь смотрите цветет сакура кстати еще разброски в теле красивая вишня цветет ура у меня закончилась съемка время три часа дня должны были закончить в час переснимали переработали я чувствую себя очень грязный потому что я хотела много где босиком-то по траве я по грязюке какой-нибудь и очень много пыли и поэтому мне кажется как будто у меня лицо в пыли еще мы постоянно макияж дорисовывали достирали и кушали и было приятно вот но выхода нет краситься нечем смывать тоже нечем мы приехали ко мне домой и мама нам приготовила вот такой вот очень-очень вкусный и полезный пирог с чем он банановый пирог банановый пирог с голубикой сейчас будем пробовать всем кто кушает приятного птица у нас тут весело я выдернула лёше провод с которым мы обычно слушаем музыку он там застрял в сидении и я решила воспользоваться силой и не умом и все это сломала еще все пошло не так я ненарядная кино не успевает мы приехали на пляж санта-моника сейчас идем на пирс там где аттракционы и будем гулять а вы видели как пальмы садят вот так вот уже огромные готовые привозят втыкают их песок скоро им развяжут листья и будет красивая пальма там еще несколько насадили ну 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 ушла гуля динь ну 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 Пеша захотел пойти на вот эту штуку, где нужно выбивать кубики и можно выиграть милую японскую совушку. Было бы неплохо. Или лисичку, или лягушку, или пингвина. То есть нужно, чтобы они все упали со столика, вот жесть. О, какая. Блин. Они вот отчет прицелиться рукой. Нормально. Все? Наша рыбалка удалась. Это хвостный рим. Такой хвостный рим? Это не рим, это хвостный рим. Ну ладно. А пробок римы? Идет вот так. Кстати, вот это колесо работает от солнечных панелей. Идет. 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 За пять лет, то два раза в месяц. Да? Да. Идет. 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 это сидя быть и масштабе это с и картошка фри надо делать то что хочется правильно все балов ну ладно чего мы живем для картошки при и для толчонки смысл жизни толчонка в общем как вы поняли мы пришли в шизкейк-факторе и заказываем себе ужин романтический пришел мой авокадо тост а Леша как всегда последний это традиция принесли мое блюдо это стейк и креветки и картошечка дам еще картошечку всем приятного аппетита и десерти иногда себе можно позволить мы взяли шоколадный с лесным орехом ческейк должно быть вкусно мы уже вкусненько по ужинам едем в лифте и пойдем обратно к машинке хочу рассказать интересную вещь я не знаю если вот такое в россии или в других странах никогда с этим не сталкивалась интересная вещь про ресторан здесь например я заказала себе авокадо тост но официант уже слышал не авокадо тост авокадо роз потому что в ресторане громко и он такой что-то там ходил ходил и потом подошел к нам и переспросил вы заказали авокадо роз я говорю нет авокадо тост ой извините сейчас все сделаем вот в общем пришел наш заказ все правильно все как надо и после того как мы поели приносит чек и говорит что в чеке записано как авокадо роз потому что вы так изначально заказали но я проверила у них цена одинаковая говорит поэтому очень страшно но я такая подумала вроде бы я запомнила что авокадо тост стоил дешевле типа 10 долларов а то что авокадо роз и там было написано 13 долларов я думаю что тут не то пошла в меню проверила действительно так и оказалось что цену написали на 3 доллара дороже мы говорим официант уж нет цена разная он такой когда его извините сейчас пойду проверю побежал проверять приходит с новым человеком говорит вам вообще из меню убрали эти авокадо толстые розы все такое короче вам за них платить не надо поэтому я получается поел за бесплатно вообще вот и за какой-то там ошибки ну получается они все убрали сделали нам такой комплиментарий по моему это очень приятно и не уверена если это в других странах напишите сталкивались ли вы с таким и все это было очень вежливо с улыбкой мы ему дали хорошие чаевые да вот поэтому мне кажется это очень приятная особенность здесь еще одна особенность здесь мы всегда оставляем чаевые даже если тебе не понравилось потому что я знаю что в россии можно не оставлять чаевые но здесь мы оставляем их всегда единственное что зависит их процент если нам очень понравился там будет 25 процентов если не очень такой 10-15 но у нас было такое что как-то мы оставили чаевые когда сильно очень что-то не понравилось оставили чаевые что-то в районе 8-10 процентов и у нас была группа людей не по 4 человека нас было и официантка к нам аж побежала потом и сказал что вы мне не доплатили чаевые вот это был конечно у нас немножко прямо шок что как это так вообще за нами убежали скорее что недоплатили и чаевые но если не понравился сервис ну ты чего тебе платить и выйти все плохо сделали вот если там нагрубили нам но вот так вот такие вот ситуации но и в принципе в сша к сервису относятся очень серьезно есть доставка такая amazon есть ну как бы сайт где продают разные товары и мы там часто всякое разное заказываем и бывает такое что если вовремя не доставляют нам какие-то вещи иногда бывает просто даже идет полный возврат денег и мы можем солить и вещи вот так вот ну что ж ребят я думаю на этой нотке мы будем заканчивать наш влог хочу вам сказать большое спасибо что вы его посмотрели что вы привели с нами этот хороший день все пошло не так как я планировала но день был хороший день был отлично да и поработала и мы покатались на колесе и поиграли в аттракционы в общем все как нужно так что спасибо еще раз большое за просмотр забывайте ставить ваши пальчики вверх подписываться на мой канал пишите ваши комментарии и ставьте колокольчик колокольчик ставьте подписывайтесь на инстаграм много-много классных фотографий вот всем большое спасибо всем пока пока а